Воспитая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Ставка рефинансования в Беларуси сегодня снижается с 14 до 13% годовых. Большаяк 40 молодых супрацовников Следующего комитета принимают удел в учебно-методичном сборе. А зараз об этом и иншим больше подробно. Ставка рефинансования в Беларуси сегодня снижается с 14 до 13% годовых. Это решение принято Нацбанком с уликами становочных тенденций у экономики, повышение ее внешней устойливости, умоцывание стабильности у грошовой кредитной сферы. Заховывается тенденция заповоления инфляции больш значными темпами, чем чекалася. Плануется, что ближайшие месяцы прирост споживецких цен заховывается на узроуне крыху высшейшим за 6% угодовым выражением. У Беларуси протягивается централизованное тестирование. Сегодня прошли выпрабывание по русской мове. Даречи на Гомельщине гэтый предмет стал самым популярным сяродом ветруиентам. На него было зарегистровано больше за 11 тысяч человек. Выники будут вядомы про здесь и дзен. Наступные испыты 16 червяня по громадознавствиям. Протягиваем выпуск. 18 червяня люди, которые имеют в отношении к сфере охоты здоровья, означают свое профессийное свято. Традиционно в нашей стране его святуются 3-ю неделю червяня. На переддень этой даты в областном громадскокультурном центре отбился урочистый сход, на яким лучшим медикам Гомельщины уручили заслуженные узнагороды. На месте подей побывали наши корреспонденты. У зале Гомельского областного громадскокультурного центра медики, керавники установы охоты здоровья, фармацевты, навыковцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы охоты здоровья. Усяго каля тысячи человек. Тут на переддень своего профессийного свято слово «Веншаваню» я не отримали от керавников в области города и представников профсоюзного руху. В преддверии вот такого праздника я хочу всех поздравить, пожелать, чтобы у нас самих было здоровье, чтобы его оставалось в любом возрасте как можно больше. Тогда мы сможем с лихвой отдать вот это вот то, что у нас есть, и передать людям, нуждающимся в нем. Сегодня в медицинской сфере Гомельщины працуют больше, как 42 тысячи человек. Лепшие из них подчас урочистого сходу были удостойны гоноровых грамот и падяг. Узнагороды отримали неколькие десятков человек. Всяродых Валентина Любина в медицине амаль 30 годов. Угадыш день за самоданную працу деля здоровья своих пациентов значным подарунком для ЕЕ стал нагрудный знак «Выдатник охоты здоровья Республики Беларусь». Если выбрали люди эту профессию, то идти, так сказать, до конца и использовать весь свой потенциал. И человеческий, и потенциал, и здоровье. Все, что у человека есть, он должен, в принципе, наверное, отдать этой профессии, потому что профессия – это одна из самых важных и главных. Дякую чипрацах этих людей на Гомельшине досягнуты высокие показчики по развитию материально-техничной базы, укранение новых методок диагностики и специализованных видов медицинской допомоги. Увы, некую все это допомогло полепшить основные показчики здоровья насильства. А кроме того, тесное взаимодействие науки, практики, санитарно-эпидемиологичные службы и формации дозволило Гомельской области занять достойную позицию сирот региона Украины. Удалось значительно снизить смертность детского населения и младенческую смертность, что, безусловно, позволило достичь определенных положительных тенденций в демографической ситуации Гомельской области. Поэтому задача 2017 года – как минимум удержать достигнутые показатели. Безусловно, что для этого необходимо у нас есть соответствующие профессиональные кадры, диагностическая база, материально-техническая база и, безусловно, самое главное – ответственное отношение к делу, которому служим. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадио «Кампания Гомель». Больше 40 молодых супрацовников Следующего комитета принимают удел в учебно-методичном сборе. Галоны аметы – отримание практичных навыков при расследовании таких злочинствах, як порушение границы, незаконная рыбалка, забойства. С удельниками сбора познайомился Олег Сенцерову. Умовы на сборах супрацовников Следующего комитета практичные такие же, как на военных сборах. На протягу четырех дней проживание восьми таких палатках. Внутри – усё по-спартанску. Звычайные железные ложки у два ярусы. Хоть и макчимысью знаходится у палатках, так само особливо нема. У 22-годины отбой, у 7 ранницы подъем, к рыху особистого часу и постоянная учеба. Шмат, кто из молодых супрацовников Следующего комитета закончил громадянские вышедшие научные установы по юридичных специальностях. Недахоп терроретичных ведов и практичного опыта для них – значная проблема. Как мы организуем работу на местах происшествий, насколько мы профессионально и качественно себя поведем именно на этом процессуальном следственном действии. Настолько эффективно мы сможем расследовать уголовные дела и раскрывать преступления. Пять специальных учебных працовок и две годины на выполнение каждого задания. Молодые лейтенанты признаются, с некоторыми ситуациями они николи не сутыкались. То есть порушение державной границы и незаконная зобыча рыбы. Для следчих, которые проработают в великих городах, тут все новое. Да також на каждой присутствии организаторы продовлетели шерох особливостей, разобраться в каких зусим не просто. Тем более, что из заданий рыхтовали соправданные профессионалы с великим опытом работы, офицеры Управления внутренних справ, комитета судовых экспертиз, инспекции по хове живойного и растительного свету и непосредственно следчего комитета. Здесь очень много квалифицированных специалистов собралось нашего высшего руководства, смежные службы, которые нам способствуют в этом. Ну, достаточно интересно. Плюс здесь мы можем обменяться опытом. Штрафных баллов и становящих отзнак подчас сбора у непродугледжена. Уречься это не с поборницей, с прозовыми местами. Головная задача – научить молодых сопрацовников следчего комитета практичным навыкам при расследовании усих макшимых злочинств. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеле открылся областный профильный здравленческий лагер для лидеров в Учневского самокерования. Он объединял 30 представников областного совета старшоклассников из всех районов Гомельщины. Его организаторами по традиции выступили Управление адукации Гомельского облаканкама и областный палат творчести детей и молодых. Основная программа лагера проходит у стенах Гомельского областного института развития адукации. Дарыч и тут же зараз дейничая областный здравленческий профильный лагер для интеллектуально доранных наученцев. С подробностями Вероника Ворошилина. Активные, инициативные и метанакерованные подлетки. Миноведа злику таких школьников и формируется змена областного профильного здравленческого лагера для лидеров в Учневского самокерования. У Гомельским областным институте развития адукации для их подрахтованы тематичные тренинги и интеллектуальные гульни. Так само юных лидеров чекают туристичные походы, экскурсии и розные иншие текавые забавляльно-познавальные мероприемства. Ины накерованы на развитие лидерских якостей и умений взаимодействовать у коллектива «Дружно» из Ладжина. Я здесь уже не первый год. Рада тому, что сюда каждое лето приезжаю на девятидневку. Получаю здесь кучу эмоций, общение с новыми людьми. Стараемся дружно, весело проводить время. Областный профильный оздоровленный лагерь для лидеров Учневского самокерования все лето объедна у 30 процедуков областного совета старшеклассников из всех районов Гомельшины. Это подлетки, которые умеют нестандартно думать и не боятся высоблять свои идеи социально-значных проектов у житё. В этом году мы взяли такую интересную тему, как пропаганда белорусской национальной культуры среди молодежи. Теми способами, формами и методами, которые интересны, прежде всего, молодежи. Чтобы это было рождено ими самими, чтобы они любили то, что они здесь создадут. И тогда это действительно будет реализовано на местах. Так само у стенах Гомельского областного института развития эдукации зараздейничает областный оздоровленный профильный лагерь для интеллектуально одоранных наученцев. У им займаются 125 старшеклассников, которые уже сейчас начинают под рыхток до олимпиадных выпробований. Одни школьники удосконаливают свои веды в гуманитарных и природознавчих науках, інши – простворчивый процесс працованного научения. Занятки в лагере для интеллектуально одоранных наученцев ожитивляются по 13 в учебных предметах. С подлетками займаются опытные областные олимпиадные тренеры и высококвалификованные выкладчики ВНУ. До речи насыщенная эдукационная программа предугледжена и для наставников этих перспективных зорочек интеллектуального олимпу. В течение трех дней учителя этих ребят тоже будут заниматься с преподавателями высшей школы, с областными тренерами, разбирать задания олимпиадные прошлых лет, областного, республиканского уровня, предполагать, какие задания могут быть предложены разработчиками на следующие олимпиады и уже сейчас обеспечить им эффективную подготовку. В Гомельском областном институте развития эдукации у дельников обед двух лагерах чекают насыщенный дивиден працы, оздоровления и позитивного отпочинка. Сумнений у меня нет, тут каждый школьник знает заняток по интересам. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадоакомпания «Гомель». ГТ, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познаемить мой коллега Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова